Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Юлия и вы на канале о рукоделии и путешествиях. Это два моих увлечения, две моих страсти. И сегодня я хочу вам показать новый плед. Пледы я тоже вяжу разные, это тоже одно из моих таких хобби. Это плед из цветочных мотивов, из остатков пряжи. И сегодня я вам расскажу и покажу, как я его вязала. Создание такого пледа состоит из нескольких этапов. В первую очередь мне конечно нужно было связать цветы. Как вязать такой цветочек, у меня есть видео на канале. Он вяжется очень просто, тут всего лишь три ряда и получается вот такой 6 лепестковый цветок, который легко соединить с другим, так вот двумя лепестками, к нему третий и так далее. Это будет уже на следующем этапе соединения. Вот я связала цветы, я сначала посчитала сколько мне надо. По размеру цветка я посчитала, что для того, чтобы связать, допустим, квадратный плед из мотивов 15 на 15, например, их выложить, квадратный сделать, то мне понадобится 225 вот таких вот деталей, цветков. Если сделать, допустим, прямоугольный 14 на 16, то практически столько же 224. Сначала я выбрала мотив, а вот я не сразу придумала, как их соединять. Поэтому второй этап был этап размышлений, как же их собрать. Сначала я думала, что между ними нужно какой-то сделать фрагмент еще вырезать. Но так как плед из остатков и он очень яркий, еще дополнительные какие-то фрагменты они, наверное, будут перегружать. Поэтому цветов будет достаточно. На данный момент у меня уже есть достаточное количество фрагментов. я решила, что у меня будет прямоугольный плед 14 мотивов на 16. Но я их тут изобразила в виде квадратиков. Я тут экспериментировала так на бумаге, как же их соединять. Потом решила, что мне, наверное, нужно вырезать несколько и попробовать их как-то соединить. Что я придумала? Я буду соединять вот таким образом. Сначала я сделаю ленты и соединю мотивы вот так по два лепестка. А затем к ним, сделав еще одну ленту, так ленты соединить, я уже буду пришивать вот так и будет соединение так вот по три лепестка. Но соединяю я тут вручную, можно иголкой, можно крючком. Сейчас я все это покажу. Вот таким образом. Край пледа будет, получается, один цветочек будет выступать, потом будет такой провал как бы и следующий цветочек. Вот так вот. Это будет край пледа. Вот так выглядеть. Фрагменты я связала и постирала все. Вот. Допустим, вот так. Вот так. Следующие. Можно, конечно, соединять сразу, не делая ленты, не связывая их по два лепестка. Следующий вот так. Ну и как бы получается в шахматном порядке. Вот. Тут тройной, тут тройной. Соответственно, тут три, тут три. И мне показалось, что дополнительных каких-то фрагментов сюда вывязывать не нужно. На втором этапе я соединила вот эти цветы вот в ленты. У меня тут несколько их. Вот. Вот два лепестка. Вот так я их соединила. Сейчас я покажу, как я это делала. Вот. Я соединила вот так вот в ленты. У меня в каждой ленте 14 мотивов. Соединяла их произвольно. Тут как-то выбрать определенную схему у меня не получилось, потому что у меня разное количество цветочков разных цветов. Поэтому расцветка будет такая яркая, цветная. и нету тут никакой системы. Тут цветовые сочетания у меня самые разнообразные. На втором этапе я соединяю в ленты по 14 мотивов. Я вот так отобрала такие вот, сделала себе стопочки. По 14 мотивов сложила. Вот так. И теперь их соединяю. Соединять очень просто. Беру мотив. Переворачиваю его наизнанку. Любые два лепесточка беру лицом к лицу и складываю. Пряжа. Крючок. Столбик без накида. Второй. И пропускаю нитку. Вот так. Вот они соединены. Достаточно крепко. Потом эти хвостики и нитки закрепляю. Ничего сверхъестественного и ничего более удачного. Попробовала иголкой, попробовала просто пропускать нитку, соединять. Но как-то мне крючком удобнее, проще и быстрее все это сделать. Нитку срезала, закрепила с изнанки. Ну и оно незаметно здесь получается. Это соединение. Точно так же второй лепесток. Пряжа здесь разнообразная. Шерсть, полушерсть, махер. Синтетики практически нет. Все натуральное или частично натуральное. Плед получится теплый. Такой тяжелый даже. Ну, думаю, что теплый. Несмотря на то, что тут достаточно большие такие, получается, места к соединению дырочки. Теперь задумала что-то похожее. Связать себе палантин или шарф. Тоже из фрагментов. Понравилась мне эта техника вывязывания фрагментов. Вот. Два фрагмента. Два лепестка. Два фрагмента соединила. Продолжаю дальше. Следующая точно так же. Держится это все достаточно крепко. Вот так на разрыв. Ну, я считаю, что аккуратно. На следующем этапе. Это у меня уже соединены две ленты между собой. Вот так это выглядит. Вот. Получается три лепесточка соединены вместе. Это у меня две ленты сшиты. Вот. С краю это выглядит вот так. Сейчас сюда мне нужно пришить следующую ленту. Я беру вот. Вот так. Сначала прикладываю. Все красиво по цветам получается. Беру крючок и покажу, как я соединяла. Я соединяю их с изнаночной стороны. Ну, пусть теперь тут. Вот так. Значит, мне нужно прикрепить вот этот лепесток сюда, а этот сюда. Пряжа. Нейтрального цвета. У меня серая с белой. Крючок. И вот так соединяю. Просто столбик без накида. Еще один. Чтобы крепкое было соединение. Все. Пропускаю нитку. И обрезаю. Соединение крепкое. Здесь можно сначала пряжи связать. и потом просто крючком заправляю кусочек пряжи с изнаночной стороны. Видно не будет. Соединение крепкое. хвостик обрезан. Вот. Соединять эти мотивы оказался процесс достаточно трудоемкий. На вязание одного цветка требуется 15 минут. Цветок готов. Это все быстро. А чтобы соединить все мотивы требуется больше времени. На одно соединение нужно где-то 3-4 минуты. А таких соединений только у каждого цветочка. Их может быть 6 штук. Вот. Каждый лепесток. Поэтому, чтобы их соединить требуется намного больше времени, чем их связать. Вот таким образом я присоединяю третью ленту. Ну и так далее. я буду соединять все 16 по очереди. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Хотя он одинаков и с лица, и с изнанки. Готов плед. Соединила все 224 мотива. Размер его 160 сантиметров на 180. Вес больше 2 килограмм. Если разделить на цветочки, то один цветочек получается весит где-то 10 грамм. Ну, достаточно тяжеленький он такой получился. Теплый, яркий, очень красивый. Это очень простой мотив из шести лепестков и очень удобно соединять их единое полотно. Можно таким образом сделать шарф, палантин или какую-то накидку. Одноцветная будет очень симпатично и креативно. Поэтому я вам рекомендую такой мотив использовать. Всего 3 ряда, минимум работы и получается очень красивый результат. Хочу пригласить вас на свой второй канал, который о даче и о кулинарии. Он называется Дача Супер. Ссылка будет под видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.